Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я приветствую вас во втором уроке видеокурса Лендинг Пэтч Адаптивный дизайн. В этом уроке мы немножко поговорим о движке Joomla, скачаем его. Если вы новичок и совсем не знаете, что такое хостинг, что такое домен, то вкратце поясню. Все сайты, которые расположены в интернете, они где-то хранятся, они где-то находятся. Есть специальные сервисы, хостинги, где хранятся сайты. Как правило, хостинг-провайдеры предоставляют платные услуги, но есть и бесплатные. То есть нужно платить либо ежемесячно, либо раз в полгода, как удобно, за пользование хостингом. Хостинг – это как бы удаленный компьютер, где лежит ваш сайт. Также и адрес сайта, то есть по-другому доменное имя. Там немножко другая ситуация. Например, в зоне ru, то есть ваш домен.ru, стоит 100 рублей в год. То есть вы плачете 100 рублей на год, и потом в конце года продляете его еще на год. Но в своей серии уроков я вам покажу бесплатный хостинг, бесплатный домен. Естественно, это, конечно же, только для тонировки. То есть пока вы учитесь. Я вам покажу, как разместить сайт, то есть движок Joomla на хостинг бесплатный. Там нужно зарегистрироваться. И сразу же ему дадим доменное имя. То есть он будет виден в интернете, но это все только для тестирования. То есть вы пока проходите мой курс, у вас будет возможность сделать все бесплатно. Но когда вы потом научитесь и будете делать готовый проект, я настоятельно рекомендую оплатить хостинг, оплатить домен. Потому что бесплатные домены, они очень плохо к ним относятся поисковые машины. Яндекс, Гугл, они могут даже не проиндексироваться. И, соответственно, хостинг бесплатный, он слабенький. Возможно, вам, если у вас там небольшой лендинг, хостинг может быть бесплатный и подойдет. Но я все-таки настоятельно рекомендую хотя бы самый дешевый тарифный план взять. Хостинг, услуги, в принципе, тоже есть разные варианты. Грубо говоря, хостинг может быть где-то от 100 рублей в месяц. То есть не такие уж и большие деньги для старта. Если у вас там визитка, лендинг пейдж, один сайт, вот сделали его, для вашей фирмы он висит. Возможно, вам этого тарифа 100 рублей в месяц и будет достаточно. Это что касается хостинга и доменного имени. Теперь, где мы берем Joomla? Вот сейчас перед вами вы видите адрес. Это такой всемирный репозиторий для Joomla. То есть вот здесь кнопка Download. Вы сможете скачать последнюю версию, скачивайте себе на компьютер ее. Вообще, про Joomla можно делать отдельный видеокурс. Это большая тема, там много чего можно сделать. Ниже здесь видно расширение, бесплатный и платный. Но в рамках этого курса мы затронем самый важный момент Joomla, который необходимо вам будет знать. И основной упор будет сделан именно научить вас создавать именно лендинг пейдж на Joomla. И даже если вы совсем новичок, ничего страшного, вам этот курс подойдет. Вы все равно сможете сделать себе сайт, сделать себе лендинг пейдж после прохождения данного курса. Одно из преимуществ использования Joomla для вашего лендинг пейдж, то что здесь можно интегрировать ваш лендинг пейдж полноценный. Полноценный, заметьте, полноценный интернет-магазин. Вот пример. Видите, шаблон выглядит как лендинг пейдж. Это Joomla. И посмотрите, как обалденно выглядят вот такие вот рубашечки. Видно, что это магазин. То есть, посмотрите, вы создали лендинг пейдж на Joomla, и у вас будет возможность в Joomla интегрировать интернет-магазин. Важное отличие, например, от Adobe Muse, то, что там какая-то некая корзина, где там можно создать несколько товаров. Естественно, на Adobe Muse он не предназначен для магазина. Я вам сразу скажу, и полноценный магазин не сделать. Например, там у вас тысяча товаров, да? То есть, на лендинг пейдж на Joomla, соответственно, вы на главной странице сможете вывести вот так вот только ключевые, например, товары. То есть, не все же вы будете на одну страницу выкладывать, да? А на внутренних страницах уже вашего движка, например, вот на другой страничке, можете выставить как бы все товары. Вот это одно из преимуществ, да? То есть, я вообще считаю, что это как бы будет новая тенденция. Не просто лендинг пейдж, а лендинг пейдж интернет-магазин. Потому что я вижу, что в сети очень многие люди интересуются, спрашивают. Им очень нужно, чтобы был магазин именно на одностраничнике, да? Поэтому я считаю, что Joomla здесь отлично подойдет. Например, мы перейдем на какой-нибудь товар. То есть, тут все реально. Не смотрите, что здесь английский язык. Просто это продажник, он на английском языке, а интернет-магазин вообще будет на русском языке. Вот. То есть, вот представьте, полноценный интернет-магазин можно сделать на Joomla на вашем лендинг пейдж. Это просто один из вариантов. Вообще, тут на Joomla можно много чего сделать. То есть, практически нет никаких ограничений. Итак, скачиваем Joomla на свой компьютер. После того, как вы скачали движок Joomla на свой компьютер, нам предстоит зарегистрироваться на хостинге. Я предлагаю вам зарегистрироваться вот на этом хостинге. Адрес вы видите здесь. Тут можно использовать как бесплатный хостинг, так и бесплатный домен. И впоследствии потом можно будет здесь же перейти на платные услуги, на платный хостинг, например, когда вы освоите материал, да, и уже будете делать рабочий проект. Но для тестовой площадки нам подойдут бесплатные сервисы данного хостинга. Итак, давайте приступим к регистрации на хостинге. Также вы можете использовать ВКонтакте и Google+, для входа в аккаунт, да? Но мы давайте создадим аккаунт по старинке. Значит, спускаемся вот ниже и вписываем вот здесь имя, имейл, пароль, пароль и вот этот капча, защитный код сюда. Я прописал тоже данные. Потом ставим галочку, что вы согласны с условиями договора и нажимаем на кнопку «Создать аккаунт». Итак, вас должно перебросить на такую страницу, где вам сообщают, что вы должны подтвердить вашу регистрацию, перейдя в ваш электронный ящик и перейдя там по ссылке, да? Так что выполняем эту процедуру. После подтверждения аккаунта у вас должно быть вот такое сообщение. И вот у нас есть тарифный план, да? Берем, значит, бесплатный, убираем кнопку «Заказать». Сразу нам предлагают зарегистрировать домен. Как я уже говорил, это адрес вашего сайта. Значит, второе поле – субдомен. Латинскими буквами что-нибудь придумываем. Вот здесь вот в списке можете выбрать окончание вашего доменного имени. Придумывайте какой-нибудь пароль и нажимаем «Продолжить». У вас может выскочить такой субдомен, не разрешен. Наверное, цифры здесь. Пробуем еще раз. Вот это сообщение выскакивает, ему что-то не нравится именно в названии вашего доменного имени. Попробуем слово «Анимейт». Так, подтвердите ваш заказ. Так, у нас прошел адрес, значит, «Анимейт». Тариф бесплатный. Домен. Вот у меня тоже тест, вы видите. Вот так адрес сайта будет у меня выглядеть. Цена 0.0. Так, прописываем опять капчу, защитный код. Соглашаемся с условиями и нажимаем «Заказать». У вас появится вот такое окно «Аккаунт успешно создан». У вас сейчас пока статус в ожидании установки. Скорее всего, прежде чем вы разместите сюда сайт, придется немножко подождать, пока домен активируется. Итак, мы с вами зарегистрировались на хостинге, зарегистрировали бесплатный домен. И в следующем уроке мы разместим наш движок Joomla на хостинге. Увидимся в следующем уроке.